Уважаемые главы государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, главы государств, наблюдатели, высокие представители и гости саммита. За более чем десятилетия работы Шанхайская организация сотрудничества добилась серьёзных успехов, утвердилась в качестве авторитетной международной организации, стала весомым фактором мировой и региональной политики. Намечая ориентиры нашего взаимодействия на перспективу, считаем, необходимо тщательно учитывать процессы, происходящие в глобальной экономике и политике. Совсем недавно, неделю назад, как вы знаете, в Санкт-Петербурге состоялся саммит группы 20. Предметно обсуждены такие важные вопросы, как ускорение глобального экономического роста, расширение занятости, внедрение передовых технологий. Финансирование социальной сферы, создание производств с высокой добавленной стоимостью. Полагаем, что эти наработки-двадцатки, о которых я считаю своим долгом вас проинформировать, представляют практический интерес для Шанхайской организации сотрудничества. Их использование позволило бы сделать экономики наших стран сильнее и конкурентноспособнее. Разумеется, экономические вопросы не могут рассматриваться в отрыве от ситуации в мировой политике. В центре внимания сейчас, коллеги уже об этом говорили, Сирия. Считаем недопустимым любое военное вмешательство в эту страну извне, без санкций Совета безопасности Организаций Объединённых Наций. Предпринятые в последнее время дипломатические усилия позволили снизить непосредственную угрозу военной операции. Большое значение в этом контексте имеет продвижение инициативы об установлении международного контроля над химическим оружием в Сирии. И вот приходит сообщение о том, что постпред в Сирии в Организации Объединённых Наций заявил, что Сирия с сегодняшнего дня становится полноценным участником Конвенции по запрещению химического оружия. Думаю, что мы должны приветствовать такое решение сирийского руководства. И хочу выразить надежду на то, что это будет очень серьёзным шагом на пути к разрешению сирийского кризиса. Это подтверждает серьёзное намерение наших сирийских партнёров идти по этому пути. В этой связи сегодня, как никогда, важны тесная координация в рамках шанс-хайской организации сотрудничества, твёрдая линия на обеспечение верховенства норм и принципов международного права, ведущей роли ООН в мировых делах. Особое место в повестке дня государств ШОС занимает восстановление стабильности в Афганистане. И коллеги мои уже об этом сегодня говорили. Приветствуем усилия афганского правительства по продвижению процесса национального примирения, а также по подготовке президентских выборов в 2014 году. Внимательно следим за процессом передачи силовым структурам Афганистана ответственности за обеспечение безопасности в стране. Мы видим, сколько делается сегодня афганским руководством для того, чтобы силовые структуры страны смогли взять на себя эту ответственность и отвечать тем вызовам, перед которыми стоит сегодня страна в сфере безопасности. С удовлетворением отмечаем готовность Ирана проявить большую открытость своей ядерной программы. Исходим из того, что Иран, как и любое другое государство, имеет право на мирное использование атомной энергии, включая и обогащение. Уважаемые коллеги, считаем важным последовательно наращивать экономическое взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Необходимо активизировать взаимную торговлю, обмен технологиями, инвестициями, развивать совместные проекты в сельском хозяйстве, в области охраны окружающей среды. Должен сказать, что в этом отношении мы очень многое делаем совместно с Китайской Народной Республикой, имея в виду наши трансграничные проблемы. Все эти сферы сотрудничества открыты и для государственнаблюдателей, в ШОС и партнёров по диалогу. Расширению прямых контактов компаний, предприятий, бизнес-сообществ призвано содействовать Деловой совет Шанхайской организации сотрудничества. В качестве позитивного примера многостороннего сотрудничества отмечу деятельность Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества. Оно вносит существенный вклад в поддержку совместных инфраструктурных проектов, внедрение ресурсосберегающих технологий, в расширение взаимных расчётов в национальных валютах. Приоритетное внимание уделяем формированию общей транспортной системы Шанхайской организации сотрудничества. Россия, хочу вас проинформировать об этом, уважаемые коллеги, приступает к модернизации Транссибирской магистрали и Байкал-Амурской магистрали. Мы выделяем для этих проектов большие кредитные и прямое бюджетное финансирование. Приглашаем вас к сотрудничеству в этих проектах, уважаемые друзья. Транзитный потенциал двух этих систем должен быть использован в полной мере в интересах нашей организации. Важно продолжить и проработку программы скоординированного развития автомобильных дорог государств членов Шанхайской организации сотрудничества. Практической отдачи ждём от соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, которые имеются в виду, вскоре подписать. Считаем необходимым запустить практическую работу энергетического клуба Шанхайской организации сотрудничества. Это открыло бы дополнительные возможности для реализации перспективных проектов в области топливно-энергетического комплекса между государственными членами организации, между наблюдателями и партнёрами по диалогу. Примером успешного взаимодействия в гуманитарной сфере служит создание сетевого университета Шанхайской организации. Он объединил почти 70 ведущих вузов наших стран. Ожидаем, что новый импульс с совместным гуманитарным проектом придаст подписание на нынешнем саммите соглашения о научно-техническом сотрудничестве в рамках ШОС. И в заключение отмечу, что к нашей встрече подготовлен солидный итоговый документ – Бишкекская декларация. Поддерживаем зафиксированные в ней приоритетные направления деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Среди них решения о подготовке стратегии развития организации до 2025 года. Намерены принять самое активное участие в её разработке. Хотел бы поблагодарить всех наших хиргизских коллег за возможность встретиться на гостеприимной земле Кыргызстана, Бишкека и за то, что они создали нам благоприятные условия для работы. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.